всем привет дорогие друзья давненько не снимался выпуск художник деревни как-то так одно время я не хотел снимать из-за комментариев я об этом чуть позже расскажу но все-таки прошел год ну примерно плюс минус прошел год после покупки этого дома этого участка и пришло время подводить итоги что изменилось что не изменилось к лучшему худшему в общем какие изменения произошли на этом участке и в этом доме ровно за год после приобретения дома итак поехали начнем с спальни можно так сказать ну или единственной комнаты она стала обшита доской не поют появился свет но это у меня импровизированные шторы к сожалению пока что вот такие вот да некрасиво ну пока так не доходили руки я обшил все вот такой вот доской не обрезной на мой взгляд очень мило пыл получилось очень уютненько здесь я поменял окна здесь было по два окна маленьких метровых даже меньше чем метр на стеночку я передвинул все и поставил большие окна метр шестьдесят на метр шестьдесят но здесь даже метр семьдесят на насколько то не помню все достаточно уютненько здесь комфортненько и принципе вот такие изменения здесь что произошло на кухне и Субтитры подогнал «Симон» 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 Ладно Посмотрим Вот так вот Какая-то тайная дверь Типа Что-то, наверное Да, мне все больше и больше Это начинает нравиться Ну ладно Так Что здесь? Терка Так Крупы Телогрейки Вот На второй этаж ход В коридоре также Появился свет Розетки Выключатели Вот здесь обшивка Я тоже сделал здесь обшивку Новую Двери я не менял Пока меня вполне устраивают И Перенес Вот у меня вход на чердак был там Я нарастил Потому что у меня шел криво Потолок Вот так вот А я его оп Поднял на одну доску И поменял вход То есть вход на чердак Вот он Вырез такой Кроме того Я вспомнил Я утеплял чердак Наносил дубовые листья сухие И все укладывал по периметру Посмотрю как оно что Есть ли эффект Кроме того Мой горячо любимый сосед Подарил мне вот такой вот Веник И даже не один он мне его подарил Который делает он с любовью Вот как я пишу картины с любовью Так и он делает веники с любовью Так что друзья Если кому надо Кто живет недалеко от меня И в хозяйстве Нужна вещь которая сделана с любовью Прослужит годы Все со мной связывайтесь Я у соседа возьму И буквально там за копейки какие то Он с удовольствием вам сделает Идем дальше Вот здесь Столик я уже раньше показывал Как я его сделал Здесь у меня дровишки Лежат для печечки Я их сюда перенес Кроме того Большая работа была проделана Вот по этим столбам Видите От улицы я уже Забетонировал столбы Вот они Прям далеко далеко идут Тут будет въезд Ну пойдемте покажу Тут будет въезд Вот И там будет вот калиточка Калиточка Дальше По крыше Почищен был комин Вот Положил я цинковку наверх Чтоб не гнило Все это крыша Оцинковочки там не было Ну поставил вот эти вот дела Кроме того По периметру Дома Здесь я чуть подбетонировал Вы видите Линию Пошла И по периметру дома Я Выкопал весь чернозем Весь слой с травкой И Засыпал все песочком Тянул песочек Конечно было тяжело Но Нормально По периметру дома Все песочком сделано Чтоб дом не гнил Ну Музыка Берет Музыка Берет Берет ДА Берет Белет идем дальше появился колодец тут все было засыпано тут ничего не было выкопался колодец привезены были два кольца вот эти вот и хороший сосед мне подарил вот эти трубы и вот эту вот систему ну вот это вот в общем то надо его будет поблагодарить и вот такой вот колодец вот эту штуку я сделал совсем недавно как вы видите кажется доска обычная однако я ее пропитал специальным составом который не пропускает воду я свою баню точно таким же составом делал баня уже третий год стоит и вот как доска вообще не изменилось вот колодец колодец дай воды напиться как говорят вот он такой у меня и открывайся открылся так смотрим вот он колодец там водичка уже чистенькая водичка стала кристально чистая вот все функционирует все работает в общем то хорошо пойдем дальше вот это закуплена и сушится доска она пойдет на забор вот забор будет у меня ну общем то как у меня в городе забор точно такой же я от улицы буду здесь делать будет покрываться доска отработанным машинным маслом и будет служить очень долго дальше появились у меня камеры наблюдение стоит одна здесь а вторая ну на дом освещает вот у меня идет уже процесс по голубики как я планировал вот видите кучка кучка вот такого вот всего оно должно перегнить и тогда будет для голубики то что надо вот здесь я привез тоже обрезочков купил точно так же это пойдет под голубику ну технологию не буду сейчас рассказывать там обо всем по чуть-чуть потом уже далее вот здесь поле раньше здесь были джунгли прям вообще непроходимые напрочь непроходимые все это не знаю сколько я сюда труда в бухал но тем не менее я справился все выкорчевал здесь большие деревья росли все по выкорчевал и заложил вольт такой мульчой толстым толстым слоем чтобы прикрыть землю чтоб не росла не трава ничего и плодородный слой увеличивался видите какой большой толстый слой вот а там земля она уже как пух буквально за год она стала вот такой вот прям как пух очень очень хороший здесь весной уже пойдет движуха кроме того вот здесь я был посадил экспериментальный участок проводил эксперимент но кто помнит предыдущие выпуски тот помнит кто не помнит но ничего страшного в общем то итоги этого эксперимента прошли хорошо они меня порадовали несмотря на то что кстати были вот заморозки очень крутые заморозки все еще живое вы видите да как все как весной колосится ну как будто это лето да если вот кому сказать смотрите ребята как летом здесь какая трава зеленая нет на самом деле это почти новый год появился кстати здесь был сарай наполовину без крыши он был но он был этот сарай я разобрал и сделал вот там две высокие грядки на которых летом росли огурцы и помидоры огурцы и помидоры наполовину были съедены мышами в общем то этому такой непредвиденный непредвиденное разочарование было ну тем не менее опыт есть опыт я приобрел опыт вот я все это подготовил опять-таки к весне все замульчировано толстым слоем вот таким вот все ждет весны что называется кстати вот там тоже был сарай недалеко от колодца большой тоже я его разобрал и благополучно стало все красиво здесь тоже были джунгли вот здесь вот прямо джунгли джунгли тоже нету если я найду картиночки я постараюсь вам показать с первого выпуска что было и что стало вот кстати гнездо было два аиста два молоденьких выросли прям на моих глазах это шикарное было зрелище кроме того вот я вспомнил вот здесь я тоже поменял окно видите поставил бэушный стеклопакет когда его ставил уже полностью поставил почти только закрепить осталось как она у меня выпало и одно стекло из стеклопакета побилось так обидно было пришлось вырезать стекло на стеклорезке привозить сюда и по новой разбирать и все вставлять ну в общем такие дела вот такая вот смотрите красота в этом году выросла за год смотрите какие шишечки красивые выросли но это просто красота вот но сердце радуется и все тут вот здесь я еще не решил вот эти пруты куда деть может я знаете как буду садить всякие там огурцы помидоры и вот они будут как подвязки ну то есть колышек вставляешь как колышки вот идем дальше появился сарай такое построил ну как я устроил я не знаю вот вот этой вот большой 6 метровый неподъемной балкой я не знаю как ее затянул туда но после этого я короче сорвал спину и с кайфом так сказать в кавычках лежал и ждал пока спина восстановится появилось много тюков сена заказал купил привезли все нормально это для мульчи далее заказал я еще досочек ну на пилораме просто мне сказали слушай есть не кондиция по за пол цены но не обрезная заберешь конечно а какой вопрос ну минус в том что знаете как она то выглядит все круто но привезли мне и вот сюда и были как раз морозы и заморозки она вся была мокрая и она в общем-то морозом схватилась однако одной и быстро темнело и я уже ночью уже ну стемнело практически реальная ночь я эти доски 6 метровой как я сюда грузил это было но отдельный квест это было жестко но тем не менее задачи справился все хорошо шифер появился много шифера это дал не с города мой сосед мой друг за что ему благодарность очень шифер пригодился и и здесь накрыл и это все накрыл и это накрыл и те доски накрыл все в порядке благодаря помощи друга идем дальше вот здесь появилась кучка кстати вот надо ставить забор потому что вот смотрите появилась вот такая вот находка который меня совсем не радует на моем участке ну ладно сейчас не об этом была большая куча навоза мне сюда привезли осталось пол кучи потому что пол кучи пошло вот на верми ферму кто помнит по первым выпуском вот здесь была большая гора гора из вот таких вот вырезанных вырезанных вот этих всех зарослей заросли здесь было реально очень много вот этих вот и вот здесь было но огромная гора за год можно так сказать за сезон даже эта гора она практически вся утрамбовалась 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 конкретно но труда я сюда в бухал нереально много ну я думаю это все стоило того вот она уже как все хорошо перегнила я кстати смотрел здесь червячки были часто уже она все мерзла здесь часто они конечно вниз пошли все ниже все перемерзшие здесь вот ну червячки здесь все благополучно хорошо кроты кстати вот здесь работают очень хорошо такие вот делают дела кстати вот эта земля она очень полезна для растений для рассады и всего остального в ней растет все прям просто как идеально давайте дальше пройдем это еще не все что я хотел показать вот здесь вот где вы видите пару деревьев здесь было вообще непроходимость я здесь только труда в бухал чтобы повырезать вот эти джунгли все поубирать просто нереально много труда сейчас здесь уже все просторно все красиво все растет очень и очень облагорожено грибы здесь кстати растут росли да видите как все убрано все чистенько глаз радуется а душа раскрывается вот здесь у меня началось движение не планировал честно говорю но но как то так само все звезды сложились что здесь приехал специальный трактор мне и сделал вот такие вот треншеи по всей длине получились вот эти треншеи по моему 19 треншей вот таких и длина каждой треншеи где-то 55 шагов ну насколько я так помню кроме того вот сюда было завезено много 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 вот такой вот штуки это кора хвойных пород опилки крупные ну в общем то все все какие и надо для голубики это еще не все пойдем тищу сюда посмотрим здесь я еще как-то думаю потому что вот надо вот эту траву которую здесь и он и будет чем-то всю убирать еще не знаю не придумал честно сказать как и дальше здесь несколько гор у меня несколько гор тоже здесь парить мелкая пилка вот она такая мелкая есть крупная вот такие вот для мульчирования часть будет класса под голубику вниз и часть такой коры будет сверху мульчироваться тоже здесь несколько горочек нехилых даже сколько здесь пошло тракторов я даже не знаю сколько прицепов ну в общем то немало кроме того это еще не все вот здесь уже в некоторых разорах вы видите вот тоже по навозили вот таких вот досок которые неподневанные что с ними будет делаться они будут укладываться давайте я наверно проще вам покажу здесь вот здесь сейчас пройдем в первое в разоре я уже начал был делать это смотрите какое солнышко светит обалденное сегодня по 16 число 16 декабря практически зима а смотрите на таком солнышке просто можно загорать загорать и раздеваться и по полной загорать может даже искупну сегодня так вот вот смотрите о чем я и говорил вот одна разорочка такая и вот по всей длине разоры выстелена такая доска для чего эта доска для голубики она служит для во первых когда она будет перегнивать она будет давать питание корням голубики во вторых при если скажем так не будет хватать полива то доска это впитывает прекрасно влагу дерево всегда впитывает влагу и будет тоже самое давать корням корням влагу кроме того вот по вот таким бортам с этой стороны и с этой стороны экспериментально я высадил или это пшеница или это рожь я уже не помню врать не буду вот она такая вот продолговатая вот высадил в общем-то прочитал что это в качестве нехилого сидирата используется то есть своими корнями она выгоняет напрочь все корни вот вот этих вот дикоросов вот этих то есть прям говорить все досвидос вам вам тут не место вы смотрите какие большие прям выше моего роста больше двух метров вот такие дела и пойдем посмотрим на речку на мою любимую речь реченьку можно все не искупаюсь как получится не знаю но буду пробовать так посмотрите какие длинные 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 вот эти разоры очень длинные такие и сейчас уже пришли к речке вот она красавица эх может искупнуться то сегодня не знаю водится здесь ну просто шикарная она чистейшая не просто чистая чистейшая я здесь даже пил эту воду очень вкусно эта вода идет я узнавал оказывается вот эта реченька начинает свой путь далеко-далеко в лесу с родников вот эти родники они объединяются в общую речечку потом идет озеро с этой речечки и дальше уже идет эта водичка вот сюда то есть ну просто омолаживающая вода одним словом здесь у меня руки не дошли здесь надо будет чистить камыши еще я как-то чистить вот это все дело но но у скажем не так хорошо как хотелось бы вот ну что ж друзья а вот я так сказать показал все что сделано за год на самом деле здесь ну если я скажу что каждый метр впитал мой под мои так сказать потуги и страдания это будет правда потому что я вспоминаю сколько я здесь труда в бухал ну что ж друзья спасибо что смотрели этот выпуск мне лишь остается сказать еще об одном неприятном деле я посмотрел комментарии самого первого выпуска где я только купил дом и где я смотрел собственно говоря все ну что мне досталось потому что до этого я не заходил в дом ничего не смотрел то есть я также как и вы приехал и прямо вот с камерой ходил смотрел то что мне досталось и очень много комментариев что я нехороший человек мягко говоря что я варвар и так далее из-за того что я ну скажем так не смог открыть дверь она мне вообще не открывалась я приехал без инструмента без ничего у меня был выбор или ехать домой и ни с чем и следующий раз тоже ни с чем смотреть на дом просто так с улицы смотреть в окна и дом не зайти потому что дверь реально не открывалась или мне чем попало а именно ногой выбить дверь ну из-за этого меня там так уже поносили ну честно говоря не знаю ребят как можно было поступить в этой ситуации другим методом ну вот такие дела так что кому интересно просто вот я ссылочку скину сейчас на это видео на свое первое и кому интересно почитайте комментарии я честно говоря ну ну просто мне настроение было от этих комментариев никакое а теперь на хорошей ноте позвольте с вами попрощаться печечка топится я пойду еще может быть погуляю сегодня заряжусь потому что у меня будет еще выставка 27 числа у меня будет большая персональная выставка которой я готовился больше месяца всякие рамочки там нарезал все дело я просто все делаю сам и труда у меня неимоверно много пошло так что друзья кто будет рядом приходите посмотрите оцените может понравится некоторые говорят ничего не нравится может вам понравится что друзья спасибо что уделили время на просмотр этого ролика желаю вам счастья здоровья ну знаете такого бабочек внутри души чтобы хотелось жить и дышать полной грудью чтобы все это было в удовольствие наверное это самое главное в жизни зависимости от комментариев под этим видео я решусь снимать ли дальше продолжение сказать сериала художник в деревне или не снимать все зависит от вас пока хожу я сейчас такой гуляю с фотоаппаратом и бах возле меня буквально двух метрах или в трех саяц как рванет от меня я прям аж даже с неожиданности даже испугался но а фотиком сфоткал его все таки пусть не резко но сфоткал вот так что классно гулять на природе и когда еще такие приятные неожиданность так вообще прямо что заряжаешься на всю неделю вперед так что друзья вырывайтесь на природу на солнышко заряжайтесь и будьте счастливы пока гулял забрел на плотину бобров вот она себя вот такую штуку представляет вот ближайшего вот этого пригорочка напилили свои своими зубками вот эти веточки наносили сюда и сделали вот такую плотинку и там вот их домик как я понял водичка входит с одной стороны и вон она вот там вытекает вот так вот дал хотел сфоткать но обувь неподходящая поэтому я в воду пока не полезу хотя можно долго искупнуться вот ну пока бобров не видно пока только зайчика сфоткал одного пойдем дальше гулять так красиво тихо умиротворенно релакс и романтика и еще друзья хотел вам показать как орудуют бобры просто шикарно смотрите свеженький след видимо совсем недавно дуба селени это дело насколько у них острые зубы что так вот справляются буквально ну совсем недавно чувствуется а это было огромное дерево смотрите как они его заточили посмотрите вот по сравнению с моей ладонью насколько это огромное дерево пень большой вот и не полностью его так сказать подчистили выгрызли здесь и здесь вот такая вот штука и и и и и и и и и